Министр обороны России Сергей Шойгу наконец-то озвучил настоящие цели вторжения в Украину и тут же радостно отчитался об их достижении. По его словам, реальная цель СВО состоит в том, чтобы сдержать наступление ВСУ и не опозориться в Украине. Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении цели специальной военной операции. Главное из них сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступления вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена. Как интересно, в 2022 году эти люди собирались дойти до Киева и разгромить Украину за три дня. Горячие войны, мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Бровь поднимем и Украина помет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. В 2023 году они заявляют, что их главная цель – сдержать наступление той самой Украины, которую они собирались победить за несколько дней. И своим главным достижением они называют то, что российская армия просто не отступила и не разбежалась под натиском украинцев. Эта задача успешно выполнена. Никакую деноцификацию, демилитаризацию и прочую ахинею Шойгу уже даже не упоминает. А об Украине теперь говорит не с насмешкой, как раньше, а с облегчением от того, что в 2023 году ей хотя бы не проиграли. Впрочем, зато теперь мы знаем, что главная задача СВО состоит в том, чтобы избежать разгрома в результате начала СВО. Но, согласитесь, это гениальная многоходовочка. Резиновая попа. Понемногу прощаются с иллюзиями о военной победе над Украиной и пропагандисты на российском ТВ. Теперь там все чаще звучат тезисы о том, что у России вообще нет цели разгромить Украину. За победу, за нашу победу. Да, что мы вкладываем в это понятие? Вы знаете, категорически против, Юлия, чтобы увязывать это с военным политическим разгромом Украины. Ситуация гораздо сложнее. Мы не сражаемся с Украиной. Мы доказываем свое право на существование очень-очень большому и вполне себе коллективному Западу. Оказывается, у России вовсе никогда и не было такой цели разгромить Украину за три дня. А была просто цель доказать свое право на существование. А поскольку это право никто и не оспаривал, то победа уже практически в кармане. Согласитесь, очень удобно. Завтра они расскажут, что Россия героически отразила наступление в СУ и доказала свое право на существование. А значит, Путин всех переиграл. И на самом деле миллионы слабоумных российских патриотов в это даже поверят. И будут искренне убеждены, что сотни тысяч российских военных погибли не напрасно по прихоти выжившего из ума полоумного шизофреника. А погибли за правое дело, доказывая право России на существование. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.